Добрый вечер всем, кто к нам присоединился. Это программа послесловия к новостям. Автовладельцам все-таки не удастся игнорировать паркоматы. Верховный суд решил наказывать нарушителей в упрощенном порядке. Об этом сегодня поговорим с председателем комитета по транспорту администрации города Екатеринбурга Дмитрием Логиновым. Дмитрий Вячеславович, добрый вечер. Добрый вечер. Свои вопросы нашему спикеру вы можете задавать по телефону 222-0041. Абонент послесловия. Ну и так, расскажите, что же изменилось, как будут наказывать автолюбители, можно сейчас как-то обойти паркоматы или нет? Ну на самом деле случилось то, к чему мы давным-давно готовили горожан. Верховный суд признал правоту правительства Свердловской области в том, что оно собиралось штрафовать граждан за неоплату парковочного пространства в Екатеринбурге в упрощенном порядке, то есть с помощью средств фото-видео фиксации, так называемые письма счастья, которые приходят сейчас за нарушение скоростного режима. А сколько будет штраф? Известно уже или нет? Да, по областному закону штраф за это нарушение от 1000 до 3, но если это делается с помощью средств видеофиксации, то берется нижняя граница, соответственно, 1000 рублей. Ну вот вы сказали про фото-видео фиксацию. Вот стоят машины, да, припаркованные. Как отличить? Была она, ну заплатила владелец за нее, за стоянку или не заплатил? Как это будет отслеживаться? Ну технология известная, одобренная органами МВД. Значит, она предполагает использование сертифицированного фото-видеоприбора, который ездит на машине, значит, производится фото-видеосъемка. Через определенные промежутки времени, если два раза попадает автомобиль, он сверяется с базой платежей. Если в базе платежей этого автомобиля нет, ему выписывается штраф автоматически. Все очень просто, автоматизировано, да нельзя. Но это будет сразу же быстро, только заплатил, и сразу же в базу ушла информация? Да, но даже если она ушла не сразу, ничего страшного там нет, она синхронизируется, эта база, то есть по большому счету риска абсолютно никакого, если вы реально заплатили. А эвакуировать будут, если, например, раз проехали, два проехали, три проехали, или только ограничиться штрафами? Нет, штраф. Только штрафами, да? А вот горожане интересуются, куда деньги, если не секрет, пойдут от этих штрафов? Деньги пойдут, если в общем-то, на обустройство тех же платных парковок, на благоустройство города, то есть по большому счету профильно, на те же цели, на которые, в общем-то, и все остальное тратится, связанное с автомобилистами, то есть на благо тех же автомобилистов, горожан. Ну вот вы говорили, что на цели парковок, а будут ли бесплатные какие-то парковочные места в центре Екатеринбурга вообще? И можно ли будет где-нибудь теперь парковаться так, чтобы не платить ничего или нет? Или все же мы стремимся к тому, чтобы весь центр сделать платной зоной? Именно так. Концепция, принятая в городе, предполагает, что все публичное парковочное пространство должно быть платным. Бесплатными могут быть только те парковки, которые собственник обустроил за свой счет и хочет, чтобы кто-то стоял на каких-то условиях бесплатно на них. То есть, ну, например, торговые центры привлекают таким образом к себе посетителей. За все остальное по нашему замыслу надо платить. Не много, но надо платить. А почему? Потому что город очень плотный. И мы уже столкнулись с тем, что все, то есть парковались в 2-3 ряда, если вы помните. Слава Богу, это все исчезло сейчас. Значит, все, кто хочет припарковаться, к сожалению, не могут припарковаться. Поэтому мы таким образом демотивируем людей надолго заезжать в центр на машине. То есть, если вы приехали по магазинам погулять еще как-то, то для вас, собственно, 30 или 60, или 90 рублей, в общем, наверное, не составит значительной суммы. Если вы ездите на автомобиле, надо соизмерять свои траты. То есть, автомобиль не дешевое удовольствие. А если вы ездите на нем на работу и с работы, Ну, это рабочий день, это уже более приличная сумма. Вы подумаете, потратите ее на общественный транспорт, как делается во всем мире, да? Или поехать, собственно, и все-таки потратить эти деньги. Нас и такой-такой вариант устраивает, потому что те деньги, которые вы заплатите, пойдут в конечном итоге на улучшение условий, в общем-то, движения вашего же автомобиля. Нормально. Ну, вы сказали, что недолго нужно находиться в центре. А если какой-то лимит времени, ну, например, остановился, подождать 5 минут, как кто-то должен выйти из здания, или нет, или сразу же может быть оштрафован человек? Да, у нас по регламенту 15 минут составляет промежуток между автомобилем, между движением, между, как это, витками, что ли, так скажем, да? Соответственно, 15 минут у вас есть, безусловно, это вполне достаточно, чтобы заплатить хоть СМС, хоть через терминал оплаты. И сейчас мы еще будем, уже заканчиваем, подключать мобильное приложение к карточкам, поэтому будет три способа оплаты. Ну, вот вы уже говорите про способы оплаты, поделюсь личным опытом. Это было в апреле, попыталась припарковаться на САК-инвотцете, были и деньги, я готова была заплатить, но я не могла разобраться, не то, что разобраться, я нажимала на все эти кнопки, но мне никак не реагировал паркомат. Как быть в такой ситуации людям, потому что вы сами сказали, что это работа, бывает чаще всего в центре по делам, куда бежать и как заплатить, если ты реально не хочешь получать штраф и не отказываешься от того, чтобы заплатить за стоянку? Ну, во-первых, мы ведем очень большую работу по повышению надежности работы паркоматов, поэтому вероятность этого будет стремиться к нулю, того, что вы не сможете заплатить с помощью паркомата. Во-вторых, если какой-то конкретный паркомат не работает, то в радиусе 100 метров обязательно есть второй паркомат. В-третьих и в-четвертых есть альтернативные способы оплаты, соответственно, СМС и мобильное приложение, которое заработает ориентировочно в середине августа. То есть к тому моменту, когда начнет действовать система штрафов, и мы расширим еще парковочное пространство немножко на 6 кварталов, соответственно, у нас будут все способы оплаты работать, и я надеюсь, это будет максимально комфортно для гаража. А вот расскажи себе подробнее о приложении. Оно будет бесплатное? Что там будет? Как-то нужно будет данные, карточки свои вносить? Или как оно будет работать? Уже известно? Ну да, это стандартная схема. В общем, все, кто связаны с такими мобильными платежами, так или иначе, они уже много раз подобное приложение использовали или используют. Поэтому, честно сказать, там совершенно такая спокойная, логичная схема. Вы подключаете туда свою банковскую карту и микроплатежи осуществляете с ее помощью. То есть ничего революционного. Будет это безопасно, потому что многие... Да, это сервис безопасных платежей, безусловно. Газпромбанк гарантирует, как говорится. Вот вы сказали, что в августе она заработает. А когда же уже в силу вступят эти поправки, закон, когда решение суда вступит в силу, когда же уже будут штрафовать, когда готовятся горожанам? На данный момент все вступило в силу абсолютно. Остались только технические детали. Уполномоченный орган, который занимается оформлением административных протоколов в правительстве Свердловской области, буквально вот этими днями начал окончательную работу по отработке всех этих регламентов, в общем, всего, что связано с выпиской штрафов. Поэтому, ну, знаете, можно поставить срок 1 сентября условный, но я думаю, что это будет даже быстрее. То есть в школу уже поедут везти своих детей подготовленными? Да, и не надо забывать о том, что срок по административным нарушениям давности составляет 60 дней, поэтому, как бы, 1 сентября – это срок, когда, собственно, схема начнет работать и уже начнут вылазить листочки с фотографиями. А на данный момент… Фотографировать уже, что ли, начнут, получается? Фотографируют уже с 2014 года. В 2014 году тестово. А с 2015 года мы же надеялись, что это вступит в силу с 15 января. Поэтому все это время ездят парконы, фотографируют. Мы же не знали, на какой стадии остановится суд, да? То есть в результате нашу правоту Свердловской области признал только Верховный суд, да? Но это мог быть и суд первой, и второй инстанцией, поэтому мы снимали непрерывно. И, соответственно, сейчас точно так же съемка идет. И вот с того момента, когда начнет это работать реально, откладываем 60, ну или, например, 50 дней назад, и все эти люди гипотетически будут аштрафованы. То есть 1 сентября можно получить целый ящик писем счастья? Да, именно так. Ну, не 1, а 10 сентября, да. 60 писем счастья легко. Ну и последний вопрос. Помимо вот этих писем счастья, где еще ждать вот эти вот платные стоянки? Где появятся паркоматы, чтобы подготовиться к горожанам, где уж вскоре нельзя будет тоже бесплатно оставить свое авто? Это улица Белинского от Декабристова до Куйбышева. Это улица Луначарского от Малышева до Ленина. Это улица Мамина Сибирька от Малышева до Ленина. Это улица Красноармейская от Малышева до Ленина. И улица Малышева от Луначарского до Белинского. Шесть кварталов. А, пардон, и улица Попова от улицы Московская до улицы Сак-Иванцетти. То есть нужно уже готовиться и лучше не выезжать на своем авто непосредственно в центр города? Нет, тут все по желанию на самом деле. Это действительно не столь большие деньги, чтобы запрещать себе как-то передвигаться на личном транспорте. Но если вы ставите его на целый день, ну, на самом деле, может, не всегда разумно это. Ну, то есть горожанам нужно быть внимательны. Спасибо большое за полезную беседу. Сегодня мы говорили, как обстоят дела с паркоматами и почему автовладельцам не удастся избежать штрафов. Доброго вечера. Спасибо. 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 Спасибо.